Валерий Седов Семейной традицией при поддержке русско-швейцарского фонда в Рязани открылась диалегия Игоря и Алексея Новиковых. Почти 63 миллиона рублей дополнительно получит Рязанская область на развитие сельских территорий. Решение об этом приняла комиссия по перераспределению бюджетных средств при поддержке председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрея Макарова. Деньги направят на несколько проектов в Александроневском районе. На строительство клуба со зрительным залом в деревне Борисовка. На возведение там же школьной спортплощадки, которую обустроят также в селе Зимарова. В Лянино она тоже будет, но вначале здесь капитально отремонтируют детский сад. А в деревне Фицовка проведут водоснабжение. 29 июля весь мир отмечал День Тигра. Это праздник, установленный на международном форуме по проблемам, связанным с сохранением тигров на земле. Подключился к Дню Полосатого и Центробанк. Они провели однодневную фотовыставку редких монет «Драгоценный мир живой природы». Монета уникальна. Изготовлена она из золота. Как я уже сказала, выпущена небольшим тиражом. Выпущена в 1996 году. И, конечно, стоимость золотых монет высока. Их можно приобрести на аукционах, интернет-рынке. Таких монет в мире всего полторы тысячи. Каждая из золота 999-й пробы. Цена такой от 40 тысяч рублей. На выставке «Драгоценный мир живой природы», которую организовал Центробанк, ее можно разглядеть во всех деталях. И прочитать на стенде информацию как о монете, так и о животном. Например, что амурский тигр – самая крупная в мире хищная кошка. И что именно полосатый в мифологии народов Востока считается царем зверей. Впрочем, на выставке представлены и другие монеты с животными из Красной книги. Центральный банк с 1992 года начал выпуск монет из серии «Красная книга» и «Сохрани наш мир». Из серии «Красная книга» вышло уже 73 монеты. В серии «Сохрани наш мир» 76 монет. Это монеты из драгоценных металлов, золота, серебра. И увидеть их можно только в музее, поскольку монеты требуют особой степени сохранности. Но вот наша выставка дает возможность посмотреть детальное изображение на каждой монеты, прочитать информацию о животном. Преимущественно такими кругляшами наполняют либо стенды в музеях, либо частные коллекции. Поэтому на выставке монеты представлены детально. Выставка однодневная, исключительно ко Всемирному дню тигра. Поэтому сибирской кошке уделили так много внимания. Однако сама экспозиция не последняя. В скором времени Центробанк порадует жителей города новыми выставками. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город. По прогнозам специалистов авиалесоохраны, в августе из-за жаркой и сухой погоды 39 регионов России могут оказаться в зоне чрезвычайного риска по лесным пожарам. Рязань в их числе. Подробности в нашем следующем материале. Утром жители города почувствовали привычный запах лета 2010-го. Сторожил аромат гари не спутают ни с чем. Сразу же начались звонки в МЧС, попытки выяснить, горят ли леса из-за жаркой погоды или нет. Оказалось, что ситуация куда прозаичней. По мнению горожан, в понедельник утром в Рязанском районе жгли ветки. Это и послужило причиной для паники. Но, как говорят в авиалесоохране, не просто так. Это карта прогноза вероятности возникновения лесных пожаров на август. В красном, то есть выше среднего, окрашено 8 регионов, включая ЦФО. А это в том числе и Рязанскую область. Всего в списке 39 субъектов, где из-за сухой и жаркой погоды риск возникновения лесных пожаров чрезвычайен. Самые же жаркие части страны, притом во всех смыслах, сейчас Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ и Якутия. В последнем, кстати, введен режим ЧАЭС. Для тушения лесных пожаров в республику дополнительно направлены 99 парашютистов-десантников, федеральный и красноярский авиалесоохраны. Еще 40 дополнительно переброшены в республику Коми. Почти 3,5 тысяч парашютистов-десантников, работников лесных служб и привлеченных лиц тушат в 12 регионах 149 лесных пожаров. Доставка техники в район тушения невозможна, парашютисты-десантники работают только вручную. Заброска работников авиалесоохраны в район возгорания проводится и при помощи прыжков с самолета на специальных парашютах «Лесник-3». Оборудование для тушения парашютировалось в грузовых контейнерах. Сегодня убывает на ликвидацию лесных подарков в республику Сахаи и Гудния. Люди подготовлены, люди готовы сегодня прибыть на тушение на помощь. За почти весь июль команды авиалесоохраны, работники лесных пожарных станций и привлеченные лица ликвидировали в 59 регионах России больше 1700 лесных пожаров, в том числе 1085 труднодоступных и удаленных. Наиболее пожароопасными стали Республика Коми, Якутия, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономная круга, Хабаровский край. В Рязани, кстати, никто пожароопасный сезон не отменял. Министерство природопользования Рязанской области напоминает, что за то же разведение пожара в лесу грозит штраф от 1,5 до 500 тысяч рублей. И персональная ответственность будет расти. Выставка произведений русско-швейцарского художника Игоря Новикова и его отца Алексея Новикова при поддержке Русско-швейцарского фонда, поддержки современного искусства, открылась в Рязанском художественном музее. Название выставки «Диалегии» соотносится с самобытным явлением театральной жизни Петровского времени, конец 17-го, начало 18-го веков. Диалегия – пьеса, где нет места драматическому действию. И все повествование строится в форме диалога, разъясняющего зрителю нравственные вопросы. Неспешность и сосерцательность диалегии – ключ к пониманию творческого метода отца и сына Новиковых. Игорь Новиков получил художественное образование в Московском художественном институте Сурикова в эпоху угасания официоза в искусстве. О своем подходе к созданию картины он говорит так. Я преклоняюсь, конечно, перед мастерами, которые пишут березки, водопады. Ну, это интересно, но это уже писалось очень много раз. И я, конечно, профессионал, я учился 17 лет. И я прекрасно могу рисовать, писать, потому что хорошую советскую школу прошу, хороших педагогов очень. Ну, для меня это скучно. Писать одно и то же, сарай какой-то там, или коня на синий. Ну, интересно, но скучно. Потому что все равно это ты не напишешь, как Серов, или как Левитан, или как Корой. Не напишешь так. Живем в другом времени, его надо передать. Ну, как это ты сделаешь? Это уже вопрос художника. Его самобытный талант притягивает внимание критиков и искусствоведов. Он стипендиат ЮНЕСКО, сотрудничает с рядом европейских галерей. При этом основной темой его полотен остается переосмысление современной истории России. Я все-таки считаю себя русским художником. И я не смеюсь над Россией. Я, наоборот, настоящий патриот. И ставлю вопросы, почему это происходит. И я стараюсь показать в своих картинах вот эту боль, страдания народа, который уже много лет происходит эксперимент на нем. Яркий представитель современного искусства Игорь Новиков создал свой собственный неповторимый стиль, сплав традиций и смелый вызов эпохи. Классические пейзажи и аллюзии к известным полотнам всегда дополнены пиктограммами в виде человечков, отражая проблему обесценивания человеческой индивидуальности и ломки эстетических идеалов современности. Вот, допустим, Левитана особо не знали на Западе. Я не хвастаюсь. Я вам говорю. И я когда создал вот эту Владимирку, ну это я еще делал, когда у нас было хорошее время, седьмой год. Я написал эту картину Владимир. Или, допустим, Золотая осень, красоты русской природы и опять перевернутый народ. Творчество его отца Алексея Ивановича, ветерана Великой Отечественной войны. Это целая мифологическая система с простыми персонажами, живущими в провинциальном мире. Оригинальная композиция, своеобразие цветовой гаммы, отрицание канонических принципов изображения объектов. При простоте композиции и обыденности мотива создает собранные, монументальные работы. Пишет он до сих пор, хотя на открытие выставки и не смог приехать. Увидеть своими глазами и переосмыслить вместе с авторами страницы современной истории можно в течение двух ближайших месяцев. Кстати, к окончанию выставки Игорь Алексеевич обещал встречу с посетителями музея. Не пропустите. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Партнер программы «День города» – выставка свежей рыбы и икры. Самые вкусные, а главное, свежие деликатесы ждут вас на первом этаже торгового центра «Премьер» от центрального входа. С судейским скандалом прошел первый домашний матч футбольного клуба «Рязань». В гости к нам приехал московский «Сахалинец». Одна из самых медийных команд не только в группе, но и, возможно, во всех дивизионах первый и второй лиг. Более того, в «Рязань» московские футболисты прибыли промежуточным лидером турнирной таблицы. Бой обещал быть жарким и болельщиков не разочаровал. Перед своими болельщиками «Рязанцы» предстали в категорически обновленном составе. По сравнению с протоколом последнего матча прошлого сезона, знакомая фамилия была всего одна – защитник Роман Петрухин. «Сахалинец» – дебютант группы, но в «Рязань» приехал уже в роли лидера. И, тем не менее, с первых минут именно «Рязанцы» забрали мяч себе, но слишком увлеклись атакой и прозевали контру выпад. Нападающий гостей Илья Рубцов получил мяч в пограничной ситуации с положением вне игры, на скорости прорвался к бровке и буквально выкатил мяч на набегающего партнера. Ренат Васиченко не промахнулся. 0-1. Быстрая атака, сами себя обрезали, получили гол на быстрой атаке. Но второй тайм надо отдать должное ребятам. Тут они и сами, и как бы сорганизовались, понимали, что не уступают. Надо было просто найти эти моменты, найти свободные зоны. То есть, забили хороший гол второй. Первый там, я думаю, что усмотрение судьи, как он принял решение, так и принял. Спорный эпизод, о котором говорил Дмитрий Сережкин, случился на 53-й минуте. Верховую подачу «Рязанца» Андрея Сергеева полетел замыкать Роман Петрухин и в воздухе столкнулся с голкипером «Сахалинца» Андреем Сорокиным. Со стороны это выглядело очень жестко. Медицинские штабы обеих команд несколько минут оказывали пострадавшим помощь. И в итоге арбитр неожиданно назначил пенальти в ворота гостей. С первым ударом Вячеслава Пурака Сорокин справился, но начал движение задолго до удара, поэтому судьи заставили 11-метровый перебить. Со второй попытки Пурак был точен 1-1. А уже на исходе матча он же оформил дубль, головой замкнув подачу Александра Баркова. 2-1. Первая домашняя победа «Рязани» в сезоне. Многие игроки у нас делают первые шаги только в этой лиге. Много молодежи, которая только начинает свою профессиональную карьеру. Поэтому мы не расстраиваемся и идем дальше, двигаемся. После этой победы рязанцы запрыгнули в верхнюю часть турнирной таблицы, опередив Сахалинец по итогам личной встречи. Следующий матч у подопечных Дмитрия Сережкина в Брянске с местным «Динамо». 6 августа. Выставка продажа «Икра и рыба Камчатская» снова в Рязани. Многие уже попробовали их продукцию и знают, что аналога не найти в магазинах. Свежейшая рыба разных видов, икра, морепродукты. Качество гарантировано. И если вы еще не пробовали, то самое время отправиться к торговому центру «Премьер» за покупками. Белорыбицы, чавыча, палтус, морской окунь, омуль. От ассортимента кружится голова и текут слюнки. Очередь к прилавку не уменьшается. Постоянные клиенты, которые уже раз пробовали вкус этой продукции, ждут возвращения любимой выставки продажи, чтобы запастись лучшей рыбой, которую только можно приобрести в городе. Хорошее впечатление. Вот в следующий раз они приехали, мы ждали, ждали. Они сейчас приехали, думаю, на них жира их нет. И сейчас новую взяли, набрали. Они вкуснее, во-первых, вкуснее. Видимо, на тлов свежее, да. Даже очень, так, бутербродик от души скушаешь. Палтус взяла, белорыбицу взяла, нырку взяла еще, нырку. Более 35 видов рыбы прямо с Камчатки. Содержащиеся в свежей рыбе и икре витамины и жирные кислоты – лучшая гарантия укрепления иммунитета и поддержания здоровья. А в свежести и качестве этой рыбы сомневаться не приходится. Сейчас буду пробовать первый раз чавычу. Достойно вкус как с дождем. Я вообще очень люблю рыбу, но это одна из самых вкусных, какую я пробовала. Спасибо большое. У них икра очень хорошая. Просто сейчас будут рыброды на даче делать, ну, плохо, конечно, будет расплываться все. Зимой брала. Прям очень вкусно, все хорошо. Если вы еще не успели оценить вкус и качество икры рыбы Камчатской, спешите к торговому центру «Премьер». Продажа открыта до 6 августа включительно. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте – город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки! Чавыча, красная икра, белорыбеца – все от производителя. С 1 по 6 августа. ТЦ «Премьер». Субтитры подогнал «Симон»!